Привет всем! В студии Алексей Мартынов и это программа Ставропольского государственного аграрного университета «Студент.АУ». Пока российские спортсмены завоевывают золотые медали на Олимпийских играх, певцы аграрного университета борются за звание «Золотой голос вуза». Как проходят вокальные битвы, узнаете из следующего сюжета. К пятому этапу конкурсанты уже попробовали себя в самых различных жанрах – от эстрады и рока до русской народной песни и советской классики. Как говорят сами участники, волноваться меньше они с каждым выступлением не стали. Конкурс мне безумно нравится. Мы с ребятами соревнуемся в разных жанрах. Не знаю, я лично каждый раз переживаю, волнуюсь. Напомним, что конкурсанты выступают сольно и в дуэтах. Причем последние были распределены по парам только волей жеребия. Так что их гармоничное выступление – это результат множества тренировок и упорного труда. Максим Букреев и Мария Юременко познакомились только на этапе жеребьевки, а уже после первого концерта вырвались в лидеры. Ребята говорят, что легкость достижения такого результата обманчива. Я не знала, с кем мне придется петь, а когда узнала, это было очень неожиданно. Как бы Максим, довольно-таки известный, популярный в нашем вузе. Я думала, как я вообще буду смотреться рядом с ним. Ну, как бы несколько туров прошло, и никаких проблем, ни конфликтов. То есть я его понимаю, надеюсь, он меня тоже понимает. И полная гармония. Каждый этап помог конкурсантам раскрыться с новой стороны, но не обошлось и без трудностей. Самое сложное, наверное, было это вот советские песни, которая была до Нового года, последняя номинация. Действительно, была немножко тяжелая. Почему? Потому что много в Советском Союзе, в основном, очень много было исполнителей, которые пели сольно. И мало было очень дуэтов, либо это были большие группы. И дуэтом выступать, я считаю, немножко сложнее, чем сольником, поскольку нужно выбрать такой материал, который будет подходить нам обоим. Главная борьба среди сольных исполнителей разворачивается между Андреем Савельевым и Светланой Севастьяновой. Она занимает первое место на протяжении всех этапов конкурса. Буду стараться, первое место все равно приятно, быть золотым голосом университета все равно достойно, поэтому время покажет. Но самый сильный конкурент, на твой взгляд, это кто? Амбрий Савельев. А в состав жюри на этой неделе вошел ведущий Ставропольской лиги КВН Вячеслав Хоршин. Очень понравилось, конечно, очень интересно. Впечатление, что вы очень сильные вокалисты в Аграрном университете, это радует. Это уже пятый этап, я так понял. Ну, хочется верить, что на шестой этап меня тоже позовут, с удовольствием приду. И хотя лидеры конкурса уже определены, но подводить итоги пока рано. Впереди еще две самые сложные номинации – джаз и пение акапельных. В не менее жарких баталиях участвуют и наши спортсмены. Например, в чемпионате Ставрополя по мини-футболу сборная Аграрного уверенно занимает лидирующую позицию. На прошлой неделе наша команда провела встречу с прошлогодним победителем чемпионата Ставрополя по мини-футболу командой «Звезда». На этот раз фортуна улыбнулась нашей команде. Футболисты Аграрного одержали победу со счетом 2-1. Сейчас наши спортсмены, на счету которых бронзовая медаль чемпионата России по мини-футболу, готовятся к финальным играм турнира. Если вы мечтаете стать студентом Ставропольского государственного аграрного университета, но пока не определились со специальностью, обязательно посмотрите нашу рубрику «Компас профессий». Ее ведущая Александра Бакалюк каждую неделю помогает зрителям познакомиться с нашими факультетами, студентами и выпускниками. На этой неделе она побывала на факультете защиты растений. Всем привет! Сегодня мы на факультете защиты растений. С профессией экология и природа пользования меня будет знакомить студент 5-го курса Максим Сербин. Привет, Максим! Привет, Саша! Расскажи, пожалуйста, что мы сегодня узнаем? Сегодня мы с тобой разрушим несколько стереотипов о специальности эколога и познакомимся ближе с этой профессией. Максим, кстати, входит в число лучших студентов аграрного университета и является обладателем именной стипендии губернатора, стипендии фонда Потанина и стипендии правительства России. А недавно он занял второе место на Всероссийском конкурсе экологических проектов. Мой проект называется «Научное обоснование проведения инженерно-биологических работ в зоне автомобильной дороги по проспекту Кулакова в городе Славрополе». Смысл проекта заключается в том, чтобы замерять воздух, брать замеры на шум, на загрязненность воздуха химическими веществами, которые там уходят от автомобилей, и разрабатывать мероприятия по снижению негативного воздействия на жителей данного города. Начинаем разрушать стереотипы. Экологи – это не только активисты с лозунгами о защите природы, но прежде всего люди, которые ежедневно работают над сохранением планеты. К примеру, значительная часть выпускников факультета трудится на промышленных предприятиях специалистами по обеспечению экологической безопасности, то есть следят за тем, чтобы заводам соблюдались соответствующие нормы. Но чтобы при этом предприятие могло по-прежнему получать выгоду от своей работы, экологи должны отлично разбираться в экономике и в праве. Основные занятия на факультете проходят здесь, в лаборатории экологического мониторинга. Ввод исследования проводит Ксения Новик. Окончив несколько лет назад школу в селе Кочубеевском, она недолго выбирала будущую профессию. Любовь к биологии и химии позволила ей легко поступить на понравившуюся специальность – экология и природопользование. Сейчас Ксения уже делает серьезные успехи в научной деятельности. Ксюша, я знаю, ты проводила исследования, очень важные для края. Расскажи, пожалуйста, о них и о их результатах. Проводила исследования в области состояния окружающей среды в городе Невиномыске биоиндикационными методами. И проводила исследования в трех зонах в городе Невиномыске. Это промышленная зона, жилая зона и зона возле автодороги. И результаты представила на конкурсе экологических проектов в организации Техэко в Ставропольском крае она у нас проводилась. И, соответственно, неблагоприятные результаты были выявлены в промышленной зоне и в зоне возле автодорог. А наиболее благоприятные, соответственно, в жилой зоне. Эколог – профессия востребованная. И спрос на таких специалистов в будущем будет только расти. В качестве примера можно посмотреть на западные страны, где экологи постоянно входят в рейтинги самых востребованных специалистов. Поэтому на факультете очень развито международное сотрудничество. Реализуются гранты зарубежных университетов, а студенты и преподаватели ездят перенимать заграничный опыт. Любое негативное воздействие на окружающую среду, оно имеет трансграничные масштабы. То есть нельзя сказать так, что здесь произошел выброс и не пострадает другая территория. Поэтому в данном случае мы говорим о международном сотрудничестве. Как методы, может быть, как средства для решения этих экологических проблем, которые возникают на данной территории. Одно из направлений профессии эколога – это разработка мероприятий по охране окружающей среды. Именно поэтому многие выпускники факультета устраиваются на работу в Министерство природных ресурсов Ставропольского окрая и его подразделения. Сейчас мы находимся в дирекции особо охраняемых природных территорий, которая является основной базой практики для наших студентов. И вот одна из них – Олеся Иванова. Алис, расскажи, пожалуйста, чем ты занималась во время своей практики? Участвовала в проведении зимнего учета диких животных и сейчас вношу данные в охотничий реестр. От учебной практики к работе. Тамара Коваленко закончила аграрный университет три года назад. Том, расскажите, пожалуйста, кем вы здесь работаете и чем занимаетесь? Я являюсь экологом дирекции особо охраняемых природных территорий. В мои обязанности входит непосредственно обеспечение режима охраны функционирования заказников, а также проведение ряда биотехнических мероприятий, таких как подкормка животных, выкладка вакцины. Также входят мероприятия по регулированию численности. Сколько времени занял поиск работы? Ну, на самом деле, не очень долго, так как я тоже выпускница аграрного университета, я тоже проходила практику в этой дирекции и потом просто-напросто так получилось, что я стала здесь работать. Тамара признается, что работа ей очень нравится. Ее профессия дает возможность не только работать в офисе, но и постоянно посещать самые красивейшие уголки Ставропольского края. Это была программа Ставропольского государственного аграрного университета «Студент.АУ». Увидимся на следующей неделе. Поступайте правильно. Поступайте в аграрный университет.